Ты, Володя, мимо идешь, что Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 82. Слава Иисусу Христу! Не знаю. 82. Это толкование, насчитывается Новый Завет, толкование Блаженного Всесвятилакта и комментариями. Считает Никита Колесников. 1 Фессалоникийца 3.3. Чтобы никто не поколебался в скорбях всех, ибо вы сами знаете, что так нам... Говори. Бог благословит с Богом. Ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Какое слово? Толкование. Апостол указывает здесь, какую пользу имело принести им утверждение от лица святого Тимофея. Это говорит, чтобы не приходили в смятение, то есть не падали духом и не расслаблялись ввиду моих искушений. Ибо дьявол, когда учит благоприятное время для искушения, колеблет нетвердых напоминаниям прежнего покоя, чтобы не отстали от того, что было причиной скорбей. И некоторые же говорили, что колебаться, смущаться, поставлено вместо возбуждаться. Метафора, взятая от собак, которые, когда ласкаются, машут хвостами. Да слышим, что христианам нужно суждено скорбеть, ибо не об одних апостолах он сказал сие. Итак, когда мы на то назначены, то что нового, если мы испытаем скорбь? Поэтому мы должны оставаться невозмутимыми не только от прошедших искушений, но и будущих. Это нам более должно быть свойственно. 1 Фессалоникийцам 3.4 Ибо мы тогда, как бы были, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете толкование. Великое утешение для учеников в том, когда учитель наперед сказал им о скорбях. Ибо впоследствии они не смущались их, как неожиданных. Поэтому и Христос говорил апостолам, я сказал вам о том прежде, нежели сбылось, дабы вы поверили. Иоанна 14.29 Не это только Павел сказал им, а и многое другое, что также сбылось. 1 Фессалоникийцам 3.5 Посему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы, как не искусил вас искуситель, и не сделался счетным труд наш толкование. 2 Фессалоникийцам 4.5 О, Павел, если ты предсказал им, что будешь терпеть скорбь, и что им не следует тревожиться за этот скорбь, то зачем ты снова посылаешь? 3 Фессалоникийцам 4.5 Оказывается, что ты еще не вполне доверяешь им. 4 Фессалоникийцам 5.5 По великой любви, говорит, делаю это, ибо любящий опасается и за то, что безопасно. 5 Фессалоникийцам 5.5 Вместе с тем, и искушений было много, и чрезмерное множество действий устрашило меня. 6 Фессалоникийцам 5.5 Потому и не сказал, заметив вас нечто, я послал. Но, не терпя более, что происходит от любви? Здесь некоторые спрашивают, почему тот, кто восходил до третьего неба, кто слышал незреченные глаголы, 2 Коринфянам 12.6, не знает, что происходило с Фессалоникийцами, но посылает туда Тимофея узнать о вере их. Можно сказать, что не все знали, и святые не все знали, жившие до Христа и после Христа. Ибо и Елисей не знал о жене Санамитянке, 4 Царств 4.8 Или я думал, что он остался один, между тем, как было еще 7 тысяч других, 3 Царств 19.10. И прежде их Самуил получает наставление не обращать внимания на лицо старшего брата Давидова, 2 Царств 16.7. Так и апостолы не знали всего. И это было по-особенному попечению Божию, чтобы не сами они не превозносились, ни другие не думали о них слишком много, и чтобы последующие христиане не могли говорить, что они совершали подвиги подобродетели, будучи выше людей, а поэтому сами предались бы беспечности. Напротив, чтобы мы знали, что и они не всегда надеялись на помощь Божию, но совершали подвиги собственными трудами. Я, говорит, не предполагал, что вы поколебались, разве только потому, что подверглись искушениям. Видишь ли, что смущение в скорбях есть дело дьявола, и в особенности, когда одни соблазняются вследствие того, что другие испытывают несчастье. Так он поступил с Иовом, смутив его жену тем, что тот страдал. Впрочем, дьявол искушает, не зная, одолеет ли, что видно из примера Иова. Однако, будучи бесстыдным, он нападает, и если видит какую-нибудь слабость, остается и выжидает. Если же видит силу, отступает. Если бы они уклонились, о, Павел, что тебе? Твой труд не останется без полной награды у Бога. Однако, говорит, по причине сильной любви я считал бы трудным и потерянным. 1 Фессалоникийцам 3.6 «Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас...» Толкование. «Я, говорит, ожидал того, а случилось противоположное. Обрати внимание на великую радость Павла. Не сказал весть, но добрую весть. Столь великим благом считал он твердость их вере и радовался их любви, потому что она была знаком их веры. Вспоминайте о нас похвалами и одобрением. Послушайте, ученики, и научитесь всегда сохранять добрую память о своих учителях, ибо этим вы доставите пользу самим себе, а не им. Весьма великое утешение и радость для фессалоникийцев составляет то, что Павел знает, что он любим ими. Это еще более воспламенит в них любовь». Я могу на практике доказать. «Вспоминайте похвалами и одобрением». Это повеление. Сколько у меня людей обратилось здесь, в доме, в проповеди где-то. Есть одни люди, которые изменили отношения, но они могли сохранить в памяти, что они первый раз услышали все из меня. Ходили в университет, ходили. Их видно, что они сидели, записывали. Но когда разногласия получились, они «А я и до вас все знал». То есть до встречи знал. Но тогда знал, тогда все, что до встречи ты знал, тебе и остается. И Бог как будто обрезает до встречи со мной. И он сразу делается неверующим, и все, ушел в мир. Вот самые благодарные, они быстро растут. Вот отец Геннадий Фаст, он сейчас в Абакане, храм Константина и Елена. Он везде вспоминает, как первый раз встретились, как беседовали, как в это время работали. У меня времени не было, я работал на трех работах сразу. И он подает краску там мне, я стою вверху лестницы, отвечаю на вопросы. И Господь обильно его благословляет. Я могу это подтвердить именно так. Неблагодарным Бог сразу отнимает и все. Раз ты до встречи знал, тебя Бог не опровергает. Знал, тогда после встречи, что он все отнимает, а там, оказывается, ничего и не было. И он сразу в мир идет, начинает пить, безобразничать, пить, блудить и что. В один день прямо сразу, не постепенно, а сразу. Он только сказал и Бог обрезал. Вот это я могу засвидетельствовать. Поэтому у нас, когда приходят люди от сектантов, ну, 50-ников были, я говорю, ты всегда помни, где ты был. Благодари Бога, что ты там получил любовь к Библии. Ты любишь ее? Да, люблю. Ты там получил, там, вот это всегда помни. И за них, за их эту ересь, молись, чтобы Бог развеял все, обратил их на путь покаяния. Вот как надо. Я считаю, поэтому мне близко-близко это толкование-то. Вспоминайте о нас с похвалами и одобрением. Вот кто первый раз мне откровение Иоанна Богослова растолковано по Андрею Кисарисскому, Александру Устинову. Где я обратился в 350-ти, как Михаила Иоанна, я каждый день за них молюсь по сегодняшний день. Хотя они были уже не православные. И поэтому меня Бог сохраняет. Вот то, что я до них не знал, теперь узнал и только накапливается. Ничего не обрезано. Далее. 1 Фессалоникийцам 3.7 «То мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры». Толкование. Удивительное дело. Павел изъявляет им благодарность за то, что они не поколебались. Мы, говорит, не чувствуем более скорбей, но утешились ни в одной какой скорби, но во всякой. Ибо радость о вас стала противовесом всех нужд наших. «Вы, говорит, подкрепили меня, между тем в действительности было наоборот. Он сам, не уступая искушениям, укрепил их, а по хвалу им воздает. Ибо вы, говорит, не дали мне чувствовать моих искушений». 1 Фессалоникийцам 3.8 «Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе». Толкование. «Не сказал, мы утешились, но мы живы, показывая тем, что преткновение их он считает смертью для себя, а преуспеяние их – стояние и утверждение во Христе жизнью». Преуспеяние. Знаешь это слово? Да. Это означает успех во всем. Все время движется вперед. И видно, что он возрастает. Это преуспеяние. Такое устаревшее выражение. 1 Фессалоникийцам 3.9 «Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим?» Толкование. «Такова говорит наша радость о вас, что мы не в силах даже достойно благодарить Бога за вас. Ваше преуспеяние мы считаем даром Божиим. Ибо нечеловеческое душе и нечеловеческому усилию свойственно такое высокое чувство. Вот почему обязаны благодарить Его мы не находим достойной благодарности». 1 Фессалоникийцам 3.10 «Ночь и день, все усердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало верен ваше». Толкование. «Заметь усиление выражений, все усердно молясь о том, чтобы видеть их, подобно тому, как земледелец, слыша, что возделываемое им поле изобилует плодами, нетерпеливо желает видеть его собственными глазами». Вот этот перевод синодальный 1876 года я считаю лучшим в мире или один из самых лучших, потому что все я не знаю. И поэтому, когда появляются новые переводы и начинают издавать уже Библию в том переводе, там и Аверинцева, и Касьяна, епископа, даже близко, даже в дом не хочу запускать. Насколько они умно перевели? Все усердно. А надо? Не надо переводить, все слишком понятно. Это язык какой был? Он недалеко от Державина был. Этот язык-то, это совершенно другой язык. Живой русский язык и сохранился уже 140 лет. Это же не один день, как переведена Библия. Далее. «Если выше засвидетельствовал их стояние, то каким образом теперь говорит, чего недоставало вере вашей? Не всем учением они воспользовались, и им недоставало, может быть, сведений о воскресении и о другом подобном. Также много было лжеучителей, поэтому и сказал, чего недоставало. Там, где он опасался за самую веру, говорит, послали Тимофея, чтобы утвердить вас». Стих 2. А здесь говорит «Дополнить, что более относится к учению, чем к утверждению. Ибо несовершенными мы называем то, чему недостаёт немного». Во. 1 Фессалоникийцам 3.11. «Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам». Полкование. «Если уже в послании апостол влагает свою молитву, то этим показывает, что он и у себя молился о том, чтобы увидеть их. Вместе с тем и оправдывает себя, что он находится вдали от них, не по нерадению, как бы так говоря, сам Бог да прекратит искушение, отовсюду препятствующий нам идти к вам прямой дорогой». 1 Фессалоникийцам 3.12. «А вас Господь да исполнит, да и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какую мы исполнены к вам». Толкование. «Видишь ли неудержимый порыв любви в том, что он молится о них, чтобы Господь исполнил и преисполнил их в любви, и не только друг ко другу, но и ко всем, ибо в том и обнаруживается любовь к Богу, что она стремится обнять всех. Если же ты одного любишь, а другого нет, то это любовь человеческая. С нашей стороны, говорит, она уже есть. «Просим, чтобы на будущее время было и с вашей стороны. Нас имейте мерой и образцом любви». 1 Фессалоникийцам 3.13. «Чтобы утвердить сердца ваши непорочными, во святыне пред Богом и Отцом нашим, в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь». Апостол показывает, что любовь приносит пользу им самим, а не тем, которых любят. «Да преисполнит вас Господь любовью, чтобы утвердить сердца ваши. Под Господом разумеет духа». «Как истолковал это Василий Великий. Ибо кто другой утвердит непорочными пред Богом и Отцом в пришествии Христова? «Как ни дух всецело, не сказал, утвердит вас, но сердца, ибо из сердца исходят злые помыслы». Матфея 15.19. «Можно быть и злым, не делая никакого зла, как то быть завистливым, коварным, злопамятным, держаться превратного учения». «Итак, тогда действительно непорочен человек, когда он очищает свое сердце, тогда он имеет и святость. Ибо хотя святостью главным образом называется целомудрие, как и нечистотой блуд и прелебодеяние, но вообще всякий грех есть нечистота, а всякая добродетель – святость. «Апостол желает, чтобы они были непорочными пред Богом и Отцом, как теперь. Это и есть настоящий добродетель пред Богом, а не пред людьми, так как человеческое суждение – шатко. Так в пришествии Христова, ибо и Он нас будет судить пред лицом Отца Своего. «Итак, да будете, говорит, непорочны, как и все святые». 1 Фессалоникийцам 4.1. «За сим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно, вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». Толкование. «После того, как я сказал вам, говорит о том, что прилично слушать, далее послушайте о том, что всегда необходимо слушать». «За сим» это и значит, то есть всегда и непрестанно. «Смотри, какое смирение, не считает себя достойным веры, даже и в предметах увещания, но от Христа предлагает слово, говоря, «Христос вас увещевает через меня». Слово «приняв» относится не к словам только, но и к делам, ибо и делами он учил. О чем же мы умоляем? Чтобы вы более преуспевали, то есть, чтобы вы старались делать больше того, что требует заповеди, и восходили бы выше постановлений, подобно тому, как земля производит не только то, что в нее брошено, так и душа не должна останавливаться на постановлениях, но восходит выше». Первое. Фессалоникийцам 4.2. «Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса». «Повеление касается таких вещей, которых должно избегать, совершение которых влечет за собой наказание, а несовершение нисколько не заслуживает похвалы. Между тем, есть некоторые дела, которые не должно повелевать, то есть, не навязывать с угрозой, а предоставлять их на волю слушателей, как, например, раздаяние имущества и девства. «Кто может вместить, говорит Господь, да вместит». Матфея 19.12. «Вероятно, Павел о некоторых делах дал им повеление с большой угрозой, с большей угрозой, поэтому он и не излагает этого здесь, а только напоминает им, и опять от имени Христа. «Не мои, — говорит повеление, — но Христа, так что его послушайтесь, есть или отвергните». 1 Фессалоникийцам 4.3. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Толкование. «То есть целомудрие. Везде он заповедует об этой добродетели. 1 Тимофея 5.22, 1 Коринфянам 6.6, Евреям 12.14. «Ибо особенно сильна страсть и требует поэтому многих и постоянных лекарств. Много различных видов этой страсти, о которых и говорить не сносно, а потому просто сказал, от всякого блуда, сосудом называет тело. Когда мы воздержаны, и тело бывает чисто, и мы владеем им. Когда жену нечисто, грех владеет им. Ибо что он повелевает, то тело и делает, как раб. Собственно, тогда оно бывает в чести, когда бывает целомудрено». 1 Фессалоникийцам 4.4.5. «Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога». Толкование. «Таким образом, грех – бесчестие». Обрати внимание на слово «соблюдать». Оно показывает, что целомудрие требует обучения и подвига. Где же манихеи и маркианиты, жалующиеся на природу? «А не в страсти похотения, то есть не в желании, заключающем в себе страсть. Ибо есть и бесстрастное желание, каково желание божественных дел. Или что все, возбуждающее похоть, он называет страстью похотения, как то роскошь, богатство, праздность и нерадение. Каждая из них может быть названа страстью похотения. «Таким образом, если мы желаем быть целомудренными, то мы не должны дозволять себе никакой страсти, возбуждающей похоть, как и язычники, не знающие Бога. Те, которые не знают Бога, не имеют надежды и на воздаяние, поэтому все делают в свое удовольствие». 1 Фессалоникийцам 4,6 «Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали». Толкование Высший апостол говорит о блуде вообще, теперь говорит о прелюбодеянии, которое справедливо называет лихоимством и преступлением. «Ибо каждому Бог дал жену и положил пределы природе, разумея сожитие с этой одной женой. Поэтому-то корыстолюбие относится к этому делу, то есть преступному сожитию, а именно против брата. Не подумай, — говорит, — что я говорю это только относительно братьев. Нет, не должно иметь жен и других людей, и просто незамужних, и жен общих, ибо за все это наказывает Господь. Не безнаказанно мы делаем это, понесем гораздо большее наказание в сравнении с удовольствием, которое получаем теперь от этого». «Смотри, сначала апостол умолял, потом пристыдил, сказав, как и язычники, затем посредством доводов показал гнусность этого порока, назвав его лихоимством. Наконец он устрашает и напоминает им, что об этом они часто слышали от него». 1 Фессалоникийцам 4, 7-8. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа своего святого». Толкование. «После того, как сказал, что ты наносишь обиду брату и указал, что Бог отомстит, теперь распространяет мысль свою, показывая, что хотя бы это потерпел и неверный, все-таки виновный понесет наказание. Ибо не за него отомщая накажет тебя Бог, а за самого себя. Он призвал тебя для того, чтобы ты был чистым, и ты оскорбил своей нечистотой того, кто дал тебе Святого Духа. Поэтому то, осквернишь ли ты замужнюю твою рабу или царицу, вина одинакова, ибо ты Бога одного оскорбляешь. Хотя бы ты и блудодействовал, а не прелюбодействовал. Все-таки Бог отомстит, потому что ты осквернил Его Духа». Говорят, если уж грешить, так ссориться там вроде бы. А что там? Одно и то же. «Или еще иначе. Бог, видя, что в таких делах мы оказываем больше презрения ему, чем людям, отомстить за себя. Пред людьми мы стараемся, чтобы они не увидели нас своими глазами, а Богу оказываем презрение, несмотря на то, что Он видит». 1 Фессалоникийцам 4.9 «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Толкование. Апостол не говорит уже о любви ко всем, но о любви к братьям. С самим опущением он увещает уже, достигая двух целей. Во-первых, это дело так необходимо, что ему нечего и учиться, ибо всякому известно, что оно имеет особенную важность для всех. Во-вторых, этим он больше вразумляет их, побуждая, чтобы они не оказались ниже того понятия, какое он имел о них, считая их уже исправившимися. Смотри, как восхваляет он их, говоря, что сам Бог учит их этой добродетели. Это же сказал и пророк. «Будут все научены Богом». Исайя 45.3 Иеремия 31.54 1 Фессалоникийцам 4.10 «Ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии, умоляем же вас, братья, более преуспевать». Толкование. «Не просто, — говорит, — вы от Бога научены, но я знаю об этом из ваших дел». Упомянул Македонию, потому что Фессалоники — главный город Македонии. 1 Фессалоникийцам 4.11 «И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам». Толкование. «Что вы, братолюбивы, я знаю, а то мы и молим, чтобы вам более преуспевать в братолюбии и быть более щедрыми». Здесь может быть остановка, пауза в чтении текста». «Ох, подсказывает как, постановка, тире стоит, запятая, иногда считают люди, не смотрят, а в этом-то и заключается, понимаешь ты или не понимаешь». «А потом читай «С нового начала, чтобы жить тихо» или «И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело». Этими словами показывают, что они ленивы, занимаются не тем, чем не следуют, тем, чем не следуют и беспокойны. Сказав же «работать своими собственными руками, апостол пристрижает тех, которые неразумные, которые оставляют телесные подвиги и ищут духовных». «Скажите неразумные, совершает ли кто-нибудь руками пост или желание возлежания на голой земле? Нет, между тем он говорит о труде телесном, который скорее есть духовный, о том, чтобы давать другим от своих трудов именно бедным. А так как бедность произошла от разграбления имений, то он и учит их трудиться, чтобы можно было подавать милостыню. Если же он заповедует тем, у которых было разграблено имущество за Христа, то тем более другим». 1 Фессалоникийцам 4.12 «Чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались». Толкование. То есть, чтобы вы не вели себя непристойно, прося милостыню у неверных. Хорошо апостол сделал это, чтобы не огорчить их. Ибо, говорит, если верные соблазняются, когда видят, что человек здоровый просит милостыню, за что таких и называют христопродавцами, то тем более соблазняются неверные. 1 Фессалоникийцам 4.13 «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Толкование. Здесь апостол ведет речь о воскресении. Если и прежде им было говорено об этом, все же он думал теперь открыть некоторую тайну. Или они знали все касающееся воскресения, но плакали, а чего он теперь и врачует. Но так как незнание многих вещей печалит нас, а знание напротив облегчает печаль, то он говорит, не хочу оставить вас в неведении. Не сказал об умерших, но об усопших, показывая и самим выражением, что будет воскресение. Ибо те, которые не имеют надежды на воскресение, должны скорбеть. Послушаем и ужаснемся. Чему же? Потому ведь ты не хочешь оставить их в неведении, чтобы они не скорбели. Ведь ты не говоришь, дабы вы не подверглись наказанию, но дабы не скорбели. Так говорит потому, что эта скорбь влечет наказание. 1 Фессионик 4, 14 Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет к ним. Толкование. Как говорит Он воскресил Господа, пострадавшего телесно и умершего, так и воскресит и нас. Посмотри так, как воскресение Господа уже совершилось, то как Он смело говорит о нем. Умер между тем, о нас, так как наше воскресение еще имеет быть, говорит усопшее, указывая этим на возможность пробуждения. Но у нас перевод умершее все равно стоит по-русски. Ибо говорит неужели отходящий ко сну не надеется, что встанет. Слова умершее усопшее в Иисусе приведет можно понимать двояко или приведет через Иисуса, то есть Сын будет для них посредником воскресения и представит их пред лицо Отца или умерших в Иисусе, то есть верных, ибо имеющие в себе Христа и умирают в Иисусе. Итак, апостол говорит здесь о частном воскресении, то есть славном, которое принадлежит верным и которое будет с Господом. Приведет с ним, то есть с Господом, восхитит их отовсюду на облаках. Хотя фессалоникийцы и знали о всеобщем воскресении, но апостол желает теперь утешить их указанием на то, что воскресение верных будет в славе и чести, чтобы они не скорбели. Все воскреснут, но не все в славе, а только верные, то есть те, которые соединяют дела с учением. Обрати внимание на все следующее. Все. Грома 84. 84. 85. 85. 85. 85. 85.